Здравствуйте! В России могут вдвое увеличить сбор за интернет-покупки. С предложением повысить таможенную ставку за ввоз товаров из-за рубежа выступил Минфин. Речь идет о покупках для личного пользования, уточняет коммерсант. Сейчас ставка составляет 250 рублей, как следует из проекта постановления правительства. Ее предлагают повысить до 500 рублей уже с начала 2020 года. Напомню, сейчас таможенный сбор вместе с пошлиной платят россияне, если сумма их покупок в интернет-магазинах превышает 500 евро в месяц. Однако с 2020 года порог уменьшится до 200 евро за посылку. На Алиэкспресс будут продавать товары из США. Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group предоставил доступ к своей платформе производителям, оптовым продавцам и дистрибьюторам из Соединенных Штатов Америки. До этого американский средний и малый бизнес мог только покупать на Alibaba.com. Напомню, Alibaba Group отказался от монополии китайских производителей на площадке Алиэкспресса. Ранее стало известно, что торговать на Алиэкспресс разрешили российским продавцам. Добавлю, Alibaba.com обслуживает около 10 миллионов активных покупателей из более чем 190 стран мира. Импортная водка оказалась крепче российской. Ученые из Казанского национального исследовательского технологического университета сравнили показатели качества российской и импортной водки и выяснили, в чем их различие. Были изучены 10 образцов водки из-за рубежа, в том числе производства Беларуси, Армении и Финляндии. И столько же образцов водки российского производства разных брендов. Как показали результаты эксперимента, средняя крепость отечественной водки 39,9 градуса, тогда как импортная 40,04 градуса. При этом те и другие показатели соответствуют нормативам. Согласно правилам, крепость этого спиртного напитка может варьироваться в пределах от 37,5 до 56 градусов. Стало известно, какой фитнес-клуб будет работать на месте Колизея. Как сообщает коммерсант Париками, владелец торгового центра Колизея Атриум, группа компании Реал, сдаст в аренду помещение федеральной сети Драйв Фитнес. Новый оператор будет работать с 29 июля. Напомню, ранее собственник помещения уведомил нынешнего арендатора и оператора клуба Колизея о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 миллионов рублей. Предполагается, что новый арендатор договорится с прежним об условиях передачи клиентской базы. Как ожидается, само помещение закроется на ремонт и откроется через три месяца, ориентировочно к ноябрю. В Драйв Фитнес входит 12 фитнес-клубов, 9 в Екатеринбурге, 3 в Тюмени. Ранее сеть собиралась разместиться в бизнес-центре Гринблаза. Ввод жилья в Пермском крае вырос на 4,5%. По данным Пермстад, в первом полугодии 2019 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 4729 квартир общей площадью 395 тысяч квадратных метров. Это на 4,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 284 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это на 32% больше, чем в январе-июне 2018 года. Курсы валют на 25 июля доллар 63,11 копеек, евро 70,32 копейки. Спонсоры рубрики – компания «Форвард Авто» на решетников А5. Купить автомобиль «Ладо» за 4900 рублей в месяц. Ты заслужил новый автомобиль! Приезжай в «Форвард Авто» за новой «Ладо» всего за 4900 рублей в месяц. «Форвард Авто» – люди нам доверяют. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...